В общем, никогда не переставайте играть, даже если вы стали взрослым. Как это делает отец Вячеслав, настоятель храма Святой Троицы из Нижней Тавды. Батюшка после службы строит храмы вместе с ребятами из необычных материалов. Дарина Иранцева всё расскажет. Пение колоколов разносится на всю Нижнюю Тавду. Больше всего этого сигнала ждёт местная детвора. Это означает, что служба закончилась и начинается их время. Вот после службы мы спускаемся в цокольный этаж. Давайте покажу вам, что у нас здесь. Когда-то это была обычная трапезная. Теперь отец Вячеслав вместе со школьниками строит здесь храмы из лего. Вот уже что-то похоже на часовню. Да, да, крест. Ну, крест. Правильно поставил, молодец. Вот так вот поверни его. Сколько храмов они уже построили, одному богу известно уже точно больше сотни. Среди них есть даже виртуальные часовни и бумажные церкви. Это, кстати, особая гордость отца Вячеслава. Храм Пресвятой Богородицы, храм Василия Блаженного. Я вместе с ними собираю. То есть это второе такое детство. На первый взгляд кажется, что батюшка просто играет в лего. На самом деле здесь все по-взрослому. Эти храмы построены по всем церковным и строительным канонам. Отец Вячеслав учит детей кирпичные кладки. А это совсем не игрушки. Для нас это, во-первых, идея оказалась очень прекрасной, потому что мы бы хотели, чтобы эти дети, ну не то чтобы, конечно, получили какие-то предпрофессиональные навыки, у нас программы общеразвивающие, но чтобы когда-то в них созрело желание, может быть, к храму строительству или изучению храмового зодчества. Это же здорово, возрождение церковной храмовой культуры. Недавно батюшка начал возводить храмы из кирпичей, правда, маленьких. Да и раствор мешает не из цемента, а из муки. Хотя для детей это пока сплошная мука. Я не знал, что тут именно надо кладку делать. Я думал, что можно просто сразу кирпич на кирпич накидывать, и вот тебе дом. Вообще-то кружок очумелых ручек появился при храме не случайно. До приезда в Нижнюю Тавду батюшка уже руководил мужским хором. Но и здесь понял, его песенка еще не спета. Сначала учил детей играть на музыкальных инструментах, а потом примерил на себя роль строителя. Мы надеемся, что дети научатся строить, полюбят строить, больше, чем ломать. Ломать ведь легче, чем строить. Вот может, когда вырастут, построят храм. Кстати, скоро батюшка попробует себя в роли кинооператора. Воскресная школа выиграла грант. Теперь в храм привезут профессиональные видеокамеры. И священник вместе с детьми будет снимать фильмы на библейские темы.